Всем привет! Я сегодня хочу показать вам, как можно сделать такой интересный макраме-бантик. У меня он будет из полиэфирного шнура. И еще вот у меня была старая основа для заколки. Возможно, на ней что-то было. Вот, может быть, у вас тоже есть какая-нибудь старенькая заколка, которая вам не нравится. Вы можете с нее снять и сделать на нее этот бантик. Мы с вами должны расположить отрезки таким образом, чтобы когда мы их вот сложили, они были не на серединах, а внутренние нити были где-то около метра или 70 сантиметров длиной. Так как у нас вот сейчас, которыми мы оплетаем боковыми нитями, вот эти нити должны быть у нас длиннее, потому что их мы будем задействовать в работе. А внутренние две нити мы не будем задействовать в работе. Мы на них будем наплетать все остальное. И поэтому нам нужно с вами вот два отрезка по 8 метров, но внутреннюю часть как бы мы отмеряем и делаем ее лучше вот метр. А те 7 метров, которые должны остаться по краям слева-справа, ими мы будем оплетать. И выполняем вот такие вот узелки. Я думаю, что сейчас максимально понятно. С одной и со второй стороны мы будем наплетать эти узелки, и потом скреплять их квадратным узелком в центре. И продолжать так делать, делать, делать до той длины, которая нам потребуется. То есть вот я метр вам сказала, это как бы еще с учетом. То есть, возможно, у нас меньше будет вся эта наша длина. Но она, естественно, будет меньше. Вот главное вот в этом плетении, которое я сейчас делаю, тут не ошибаться. Здесь мы имитируем, как будто бы мы делаем лицевое крепление. Вот с одной и со второй стороны. То есть они у нас должны всегда быть три вот такие как бы имитации с перемычкой. Если вы видите, что перемычки не хватает, то есть три перемычки должно быть, то что-то вы, значит, сделали не так. И после того, как мы это все проделываем, то в центре, опять же, скрепляем квадратным узлом, и дальше опять продолжаем делать вот такое плетение. Три-три, квадратный узел. Три-три, квадратный узел. И идем, 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 пока не закончатся наши длинные отрезки боковые. Если они у вас вдруг закончились, если вы отрезали меньше, то можно легко их присоединить как раз-таки в тот момент, когда вот мы делаем квадратный узел. То есть они у вас заканчиваются. Доведите их до такого момента, либо расплестите, что у нас квадратный узел, и их оставьте в бок. То есть они закончились у нас отрезки. У нас внутренний отрезок не должен закончиться, а боковые, конечно, могут. Вот, и тогда вы просто добавляете путем приделывания квадратного узла, как бы самого обычного. Надеюсь, что я понятно говорю. Возможно, этот мастер-класс не для супер-новичков, но я думаю, что вы можете понять и справиться с данным плетением. Пока что продолжаем делаем до того, пока не закончатся нить, или до того момента, какой длины мы хотим, чтобы у нас был наш бантик. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну вот, я проделала, и у меня получилось 22 вот таких вот плетеных, как бы, колечка. Вот, я в конце просто прижгла, ну, сделала квадратный узелок и зажигалкой прижгла. То есть полиэфирным шнуром это достаточно легко. Сейчас я хочу расположить, как будет смотреться мой бантик, то есть как я сделаю его, думаю, вот таким вот образом, и на заколку с помощью обычного клея, либо клея пистолета, ну, обычного я имею в виду там момент, либо что-то такое, я хочу приклеить как бы заднюю сторону, а здесь уже дополню еще одним отрезком, как бы сделаю такой вот перехлест. Вот, отрезок этот буквально там 50 сантиметров, также не забывайте прижигать, чтобы вы не распускались. Ну вот, сейчас мне нужно на заколку клея капнуть и приклеить. Я думаю, на видео все понятно, доступно, видно будет, так что не составить здесь трудоточно. Я заднюю сейчас стенку креплю, а отдельным отрезком уже как бы сделаю намотку, чтобы держался мой бантик. Кстати, этот отрезок, который я буду дополнять, его можно тоже как-то сплести, например, там, цепочка из квадратных узлов, либо еще как-то, но мне показалось, что вот даже просто отрезок, просто намотка выглядит хорошо, потому что, ну, как бы не мешает, никак не перекликается с нашим плетением, и как бы хорошо. Ну, мне прям очень понравилось просто, чтобы намотка была, а не делать еще из нее что-то там необычное. Иногда минимальное что-то, это тоже хорошо. Ну, я так думаю. Вот. Ну, и буквально тут, я думаю, ничего не нужно объяснять, потому что все и так понимают. Основная идея была у меня, это, конечно, вот в самом плетении вот этого вот как бы бантика, и как вот этой полоски, которая создала нам вот эти вот кругляшочки, ну, то есть блинчики, пирожочки, даже не знаю, как их назвать. В общем, идея у меня была в этом, что можно сделать вот такой вот. Также можно сделать пояс, кстати, не только бантик. Ну, что-то я решила, что вот у меня заколка лежит, надо ее куда-то приспособить. Вот, мне будет интересно посмотреть, какие у вас получились банты, либо что-то еще, что вы решили сделать с помощью такого плетения. Присылайте в директ инстаграма, также подписывайтесь на этот канал, потому что у меня тут очень много промокроме, всяких идей. Вот, буду рада подписке, комментарию, лайку. Спасибо большое. Встретимся в новом видео. Надеюсь, что вам понравился бантик. Либо вы посмотрели и захотели такое же, например, сделать, либо что-то придумали свое, да. В общем, тут идей, конечно, может быть много. Вот, ну, спасибо вам большое. До свидания. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok